привет ребята сегодня будет обзор аккумулятора для плюса и не только для плюса для различных коробок ну о чем я сейчас позже расскажу модель называется ромбика 330 33000 махов по разъемам у нас здесь usb 2 штуки quick charge потом простой usb type-c но и разъем под кучу переходников именно кучу смотрите вау 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 реально куча короче порядка 30 штук разных на все случаи жизни я не знаю это у нас ноутбучные маковские сам аку можно носить в такому чехле комплектном войлочном на застежки но в принципе если одно устройство вы используете тот же плюс то можно просто сразу его сюда приклеить я хочу потом придумать вариант с липучками да ребята пока я снял обзор и пришло дело к монтажу короче время прошло явно и все-таки наклеил здесь как планировал липучки вот эти да вот и получается на аккумулятор тоже я разместил липучки с этой стороны чтобы вот так вот раз его при фигачи да а с этой стороны вот такую пленку еще наклеил короче чтобы она не скользила вот так аккумулятор вот на электроне то же самое раз на на лакфу видите липучки клац вот так вот при фигачил липучку потом раз отрываешь еще что я сделал укоротил вот этот вот провод потому что он очень длинный был неудобно кольцом а сейчас его принципе хватает на все устройства это вот конкретно от этого кабеля работает дефсмитовские синты все работают и машин вот для электрона для подключения другой шнурок тоже его укоротил на машин это вот так выглядит держится крепко достойно очень то есть как бы вообще вау сто процентов ничего не выпадет и всегда можно его отсоединить потому что так более компактно и к примеру когда он стоит на этом то аккумуляторы не нужен на темп исти вот такой вариант на на лакфу ну и самое вкусное это первое впечатление вот эти эмоции да короче вот насколько хватит этот тест я его записал в живую так сказать чтобы передать до эту атмосферу и дальше мы будем смотреть с такой плавающей камеры качество там не студии на ну как бы самое главное эмоции все передаются и что важно два момента да это насколько хватает зарядки короче я сразу опережу события то что более 8 часов вот у меня работал машин до плюс от вот этой вот штуки если вас интересовала эта информация то можно дальше не смотреть но и по глючности тоже посмотрите вот в этом обзоре серега немного напугал пауэрбанк был разряжен что-то в районе 30 процентов мощности и когда запустили один из моих проектов все начало хрустеть как будто не хватает вычислительной мощности процессора хотя я этот проект делал сам и я знаю что мощности процессора хватает в проекте были синтезаторы ну там был мессив закинут а то есть не сэмпла, а в основном были синтезаторы ВСТ плагины да причем там их несколько как только мы воткнули родной блок питания сразу этот проект заиграл нормально проблема это его экземпляра или серийная вы узнаете в течение этого ролика итак поехали только выходы идут на систему вот на пульт здесь подключение у меня от аккумулятора вот он спрятался вот так вначале его приклеил потом оторвал как бы потому что его можно использовать с другими коробками ну просто чтобы по компактности вот посмотрели вот так работает с темпестом аккумулятора без проблем тоже подключается тем же шнуруком причем темпест без проводов или профит без проводов не знаю зачем это нужно и буду ли я это использовать или тетру получается вместе размер в принципе по габаритам не увеличивает только немножко толще вот здесь делает на вот это расстояние вот так вот однозначно это более компактный вариант да смотрите получается чем лайв а такая чем мне нравится плюсы то что нельзя сделать с лайвом и тем более с форсом это вот стандартная сумка от ноутбука от пятнашки вот я взял и спокойно клац и закрыл вот поместь помещается элементарно просто он для культу входит сюда причем но допустим здесь вот этот раздел да у меня и к примеру аккумулятор вот насколько но у меня сейчас он отдельно но в принципе вот так если он будет у вас прикреплен сюда да то также и сумка за закроется причем здесь сейчас вот я на постоянку что с собой еще ношу кроме этого у меня здесь шнурки всегда вот целая куча шнурков то есть разные варианты микрофон чтобы подключить usb ник чтобы подключить можно было любую аудио пару вот кстати да да микрофон сам микрофон вот у меня шурик с собой 58 всегда как бы и я элементарно могу к машин подключить его в поле так сказать да коля попробуй подключи микрофон к своему лайву чтобы там рэпчик зачитать где-нибудь на улице сидя на лавочке да или когда ты с подоконника переносишь на другой садись садишься на диван да и начитку какую-то сделать взять на диван или на кухню или в парк или в пост или самолет или просто засемплировать что-то на улице не знаю голоса улицы голоса природы с машин плюс это делать элементарно если ставить его получается такая подставка даже удобно угол для работы даже получается лучше я сам хотел сюда ножки какие-то сделать чтобы немножко увеличить угол здесь конечно не такой зашквар с углом как на фросе да то что огромный кирпич вот туда тянутся аж руки вот так вот через него листу да причем там сами кнопы и экранчики они под углом вот так сделаны то есть когда лежа положение то нормально видно а так как бы а экран а экран лежит капец блин как они так сделали классно на кай сделан на иксе там экран можно регулировать а форс это кирпич еще тот причем не говорю о габаритах то что он тяжелее намного да и плюс до его можно кстати тоже форса запустить с этим аккумулятором то есть к нему форсу этот аккумулятор прицепить в чем плюс уступает сейчас акаю однозначно в стендалон режиме это программ ченджи и сиси сообщения я об этом рассказывал прошлом обзоре до сих пор вот вышла новая прошивка они изменили многое первым делом то что я рассказывал в том обзоре они джем уже без проблем можно подключать добавили его короче они не решили проблему программ ченджи и сиси сообщения их нельзя настраивать в стендалон режиме на глубоко нельзя рулить их можно использовать если вы настроили в компе связки с компом как бы в стендалон режиме не вариант это прям вот такую косяк короче а вот эту лабудень которую мусолит коля с эльпака это эльпака и я официально сообщаю что наш не подходит для сэмплированного хип-хопа да просто тупо не разобрали с инструментом надо было звонить уточнять дополнительно звонить пару раз там звонили вот как нам сделать чтобы все эти там условные 30 там 40 сэмплов были на одном как бы в ст я не знаю как это на улице идет ливень может быть будет звук попадать но хочу быстрее просто заснять до короткие ответы пишу во встроенный микрофон в камеру но дома будет все слышно за шумы мерси короче что там обсуждалось в обзоре но самые простые вещи это типа велосити на 16 педов но элементарно здесь маленькая велосити на экранах всегда видно смотрим в экраны в экраны здесь вот сейчас велосити и показано тоже 7 у нас начинается до до 120 127 7 практически не слышно здесь ну короче то лабудень классическая до которого коля часто пользуется я хочу показать какие-то фишки другие которые здесь можно мутить вот именно с велосити к примеру но то что у нас стандартная динамическая клавиатура да то есть тихо нажимаем там минут все здесь прекрасно в этом плане на машин это шикарно причем по уголочкам это здесь обалденно на мой взгляд это им хода вот как минимум ничем не уступает акаевский мне они нравятся больше тем что они не пачкаются так сильно как акаевский смотрите чем можно замутить допустим мы fix velocity поставили сейчас одинаково как бы я не нажимал у нас зафиксировано велосити да и давайте допустим в кейлборд перейдем а ну да сэмпл что-то за сэмпл я взял просто ну мне сессионный музыкант наиграл мотив вот все всех всем известного трека смотрите я специально я специально короче вот его сухим до поставил чтобы потом показать то что при чопинге когда мы там нарежем слайса да здесь вот элементарно сразу на все мы эффекты повесим но это что вот у них там не получалось они там возмущались бешено и так далее они вообще там просто делали не слайсинг а тупо копировали до 16 этих но естественно я покажу то что гораздо больше 16 можно заложить слайсов сюда там 64 спокойно можно было им нарезать там 32 слайса то есть вообще-то не проблема короче смотрите значит уйти допустим вот вот я поставил этот в кейлборд блюзовую пентатоника и вот поставил fix velocity то есть зафиксировано у меня сейчас велосити смотрите давайте кусочек допустим пропишем сейчас какой-нибудь просто на шару натыкал на вот теперь и смотрите чем можно замутить заходим сюда variation да вот а ну да я вам покажу то что здесь все у нас прописалось да и велосити у нас указано там вот смотрите видите ровно велосити то есть у нас нет динамики вообще вот ровно и вот эти палочки означают это да окей смотрите дальше переходим в ариэшн здесь вкладка humanize у нас это придание живага вот эти две ручки выставляют диапазон на эти ноты которые введены да вот для добавления живага давайте допустим у нас будет от там примеру 46 там до 100 до 127 велосити разбег уже динамики и плюс мы можем замутить вот здесь вот добавить живага ну пять процентов я добавлю такого свинга до небольшого потому что ровно там мы не можем сыграть вот идеально до квантизировано даже в нем человек играет таки вот выставил эти параметры бэм нажимаю сейчас apple об здесь небольшой движняк получился почему потому что у нас нотки да вот здесь немножко передвинули смотрите слушаем и смотрим вот сюда вот смотрите видите здесь велосити поменялось у нас вот это humanize называется то есть оживление можно дальше поэкспериментировать допустим так замутили еще раз нажать раз сюда вот и вот каждый раз будет меняться и вот подбирать себе диапазон еще раз нажали еще поменялось еще раз нажали еще поменялось короче живака по-разному добавляется можно параметрами этими играть то есть допустим сильно сейчас уже звуки какие-то сильно западают нам да окей побольше сделаем давайте допустим ну 90 сделаем 92 да вот и степ я поставлю по нулям здесь окей и теперь так попробуем приняли еще раз раз ну и смотрим степ секвенсоре ну так уже приемлемо да у нас звучит вот вау 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 и ну как бы динамика добавилась у нас здесь получается вот то есть короче такой вариант можно фикс-велосити вообще прописывать в начале часто еще те кто фингердраммингом до мучит у них тема как они фикс-велосити выставляют и стучат с зафиксированным велосити а потом короче можно легко добавить живака в любой пропорции сюда далее что можно еще замутить вот смотрите это humanize добавил до сюда а теперь можно допустим рандомайз сделать стоп-стоп нет рандомайз я вам покажу уже когда слайсом и нарежем с ними интереснее будет делать мы сделаем рандом и пена слайсов наших так интереснее будет окей поехали дальше давайте сначала очистим то что мы наколбасили да так у нас нотки вот эти мы это делаем вот так раз все чистенько у нас здесь теперь переходим сэмплинг да в режим и режим не едит нам нужен а слайс вот слайс вот тот который у нас чопинг делает сейчас дриной просто сэмпл у нас идет окей вот у нас длинный теперь выставляем здесь режим первый режим это detect вот у нас он выделил по ноткам автоматом сам распознал то есть у нас как каждый слайс это одна нота вот даже вот эту распознал да ну короче он корректно определяет да чаще всего и ну тут партия простая он корректно вообще все выставил метки но если вам этого не хватает нет проблем то есть вообще можно смотрите я добавляю насколько но их дофига сейчас больше 16 это ну уж точно да здесь смотрите вот мы просто можем двигаться потом по слайсам больше меньше делать эти давайте я просто еще покажу другие режимы какие-то но 50 процентов здесь самое офигенское вот именно в режиме detect да потому что он четко по ноткам сейчас нам расставил вот то есть четко выставим такой режим давайте попробуем теперь два других режима это сплит игрит но чем они отличаются один просто у нас по тактовой черте ориентируется да при своем шинкование нарез на резках да а другой режим ну это горит как раз вот а сплит просто нарезку будет делать у нас по длине по bpm чунь 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 порежет просто на равной части вот смотрите вот здесь четыре части допустим на сплите да вот я выставляю 32 то есть вот на маленькие кусочки он порежет и на 32 части вот здесь 32 слайса чё 16 уперлись они на я не понимаю типа вот блин а как дальше переходить там и так далее до элементарно вот здесь у нас кнопочки эти где мы переходим на по страницам там на каждый слайс нот можем двигаться вот вот раз трин-трин-трин и пальчиком вот крутим ручку и передвигаемся по слайсам этим вот по уму это делать я сейчас он пальцами показываю просто но вот эта рука нас отвечает за эту часть да как бы вот это за эту часть это учимся сразу смотреть на экрана да и стараться руками вот при печати слепую на клавиатуре нажимать свои кнопки значит вам 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 вот пожалуйста послайся мы по 32 этим передвигаемся окей давайте теперь это вернемся к нашим бараном еще третий вариант раз рассмотрим грид да вот вариант здесь вот вариации именно по ноткам у нас идут да говорит смотрите то есть можно выставить 32 допустим нотами авто bpm можно чутки задать bpm мануальном режиме до последний режим это мануально когда вручную мы просто выставляем каждый слайс да вот мы можем его причем смотрите если мы как какие-то корректировки начинаем делать любому слайс он автоматом мануально у нас перескакивает то есть в принципе здесь работа вот такая же как на ака и вот то есть она она похожа очень сильно но понятно потому что машин свое время да не и слизывали у ака эту штуку но mpc да сам сам по себе аппарат как бы но свои может какие-то нюансы есть но как бы они ну что тут сэмплинг просто шикарный что в ака и сэмплинг шикарный как как бы к этому никаких вообще вопросов но претензий но единственный момент это то что мне очень нравится в xe как это можно делать реализовано да вот в лайве но как косяк ну что четыре ручки все четыре крутилки у нас да и как бы блин но точки не подвинешь там начальную и конечную но это жесть просто вот здесь в любом режиме вот две я могу двигать как угодно да вот этого конкретно выбранного слайса да в режиме edit вот у меня две ручки вот вот я их двигаю да как бы ну блин это удобнее но куда там еще очень такая фишка простая и удобно вот смотрите если вы выделяете какой-то кусок новички просто косяк часто вот это допускает вот выделили какой-то кусок кусок теперь вот этими ручками дал допустим его раздвинули очень большой сделали вот да они берут блин потом вручную вот так вот мотает чтобы перейти сюда там на эту точку здесь допустим вот выставить метку до сначала потом перематывают опять крутят вот сюда чтобы выставить нет ребят здесь у нас автоматом все это работает как только мы начинаем крутить end видите у нас 1 н здесь он перешел на и на это расстояние но на на эту на эту метку вот автоматом как только начинаем крутить старт раз он сюда перескочил у нас м старт вообще не проблема то есть я не надо для этого перекручивать лишние тела движения делать ok я отвлекся давайте закончим нашу тему то есть перехожу слайса допустим здесь выбираем с вами давайте выберем на вариант вот пусть будет сплит да вот 32 слайса окей и при нажимаем вот вот так они пробовали делать они потом просто не в дупле ли следующую вещь если покажу смотрите нажимаю все окей сейчас у меня они записались вот у меня слайса есть там они раскиданы теперь вот надо на слайсы причем смотрите какая ситуация здесь получилась вот у меня он показал сразу 32 слайса вот показывает да это первый паттерн он создал его именно слайсами эту настройку можно было изменить когда мы изначально с вами сохраняем нуты короче можно создавать паттерн вот этот утром паттерн с этой раскладкой а можно не создавать паттерн это вот так получается звучит звучит смотрите то есть он игра он порезал и подряд вот эти слайсы играет у нас да окей но мы же хотим свой замут сделать какой-то да тут который необычный скажем так смотрите что можно делать ну да это понятно то что можно здесь играть этими слайсами теперь да в режиме кио борт мы переключаемся в самый низ уходим октав и вот у нас с 2 до минус 2 октавы вот наши слайсы вот я поднялся и выше поднимаюсь еще там на октаву плюс октава вот выше слайсы у меня пошли понимаете вот и 32 получается если 32 слайса то получается в 2 октавы здесь уже пустота она вот заканчивается вот здесь они вот да да вот этого 30 то есть понятно я думаю да и объяснил нет проблема слайсов можно нарезать много сколько угодно и не просто начинаются снизу с октавы минус 2 вот они как бы не вдуплили в это и поэтому у них не получилось они упробовали тыкали но не выходило потом в интернете они начали смотреть варианты да как это можно замутить сделать и просто нарвались на одного нуба который я тоже на этот ролик нарывался свое время как бы ну блин надо было откомментить просто хотя бы написать короче вот другие нубы копируют его стиль и вот как он делает а что он мутит вообще тот чувак он просто предлагает такой вариант вот мы просто тупо в эдит выбираем не слайсинг это не слайсинг да а просто в эдит выбираем какой-то сэмпл да но давайте с вами другую вообще вот группу я здесь вот сейчас открою на покажу просто как это у нас а так здесь у меня этот загружен но к примеру какой-то возьмем с вами глуп так давайте выберем ну вот пусть вот этот вот лоб будет там по барабану какой не просто звук сам нужен вот так ну и сразу мы его немножко рихтонем он тихо вот нормалайз вот все вот и он что просто предлагает он предлагает не слайсинг делать да ему она единственно то что у нас он в режиме час аудио да и движок загружен нам нужно поменять его на сэмплер это вот так быстро делается бэм все у нас сэмплером стал ну и полифонию поставим чтобы у нас не скакала на единичку поставим и вместо ваншота dsr q чтобы он раз и останавливался у нас окей переходим теперь в сэмплинг да здесь что можно сделать ну допустим давайте отрежем чтобы он сразу нас вот начинался здесь я сразу сделаю транске да вот типа убрала на кусочек лишний вот теперь смотрите его они пробовали в начале слайсинг я уже показал на какой вариант они выбрали в принципе там и нормальный вариант если бы они как бы продолжили дальше и в дупле ли ту что просто слайсы которые не окей там нажали да вот и apple и потом окей то что они добавились в минус вторую октаву ушли вот сюда в те уборде минус вторую октаву вот тогда бы не было проблемы они начали их искать выше где-то здесь у них блин они не играют они не могут понять что за фигня почему у меня там не играет что-то да они начали в интернете ковырять там вот и нарвались на этого нуба блин который их вообще не туда направил вернемся к нашим баранам смотрите чего он им предложил он предложил сделать следующее он просто тупо им предложил копировать вот допустим вот это первый слайс у нас типа да вот он предложил дубликетом его дальше зафигачить его допустим вот это тоже начинать просто позже вот так допустим на следующий это потом его там скопировать дальше вот как бы и следующую так вот сделать нарезать вот сюда вот кусочек да там потом этот скопировать сюда ну понятно да это короче тема вот этот сюда скопировать теперь этот сюда скопировать и дальше вот так вот передвигаться сейчас это у нас просто одинаковые звуки ну попался такой сэмпл но смысл понятен да то есть вот первый у нас сначала начинал 2 отсюда 3 3 отсюда 4 отсюда отсюда ну как бы мы двигаемся поэтому блин ну да здесь это просто тупо он саунды дальше дублирует создает и и до 16 мы доходим так как группе у нас 16 всего саундов естественно да здесь все у них закончилась типа они уперлись в эту фигню причем я серёге вот эту тему я объяснял показывал то что ну по-другому видосики даже выслал но и дело в том что это уже было тогда когда не отсняли обзор да и в принципе в принципе вот я считаю то что коле нужно было ну он знал же это и серёга сто процентов я уверен то что ему показывал то что это можно было сделать просто мы тупили мы не не знали как это делается но тут просто ну как бы коля решил все равно разместить и рассказать об этом мыльном пузыре до которого вообще не существует потому что здесь это все есть ласинки можно а ну да давайте теперь тема типа там вау а как те естественно если мы таким макаром делаем вот как сейчас я показал да это у нас раздельные саунды получаются да при раздельных саундах если мы добавляем какие-то сюда эффекта сверху давайте там киданем что-нибудь ему допустим сюда вот возьмем на него добавим там ну давайте вот шифтер вот у нас звук поменялся она соседнем у нас нас он остался прежним вот этот поменялся соседи остался при теперь на него надо что-нибудь накинуть да у нас и раз там его же этот эффект и они начали вот так вот долбаться теперь вот эти два слайса они думают это слайсы а по сути то это не слайсы да это просто не дубликата сделали на этих саундов да вот и потом он говорит блин а чё и сейчас на следующий кусок мне опять надо эффект бросать да чувак тебе надо эффект бросать на следующий кусок потому что тебе-то не кусок а дубликат ты сделал просто саунда их 16 штук здесь и вот на каждый будешь теперь бросать по Вот. Потому что, чтобы у тебя играл один эффект, ты бросил, как ты хотел, у тебя не получилось в машине, тебе надо было слайсинг использовать. Слайсы, вот эту часть, вот здесь вот мутить, да? Как бы, а вы делали через эдит это все. Но на самом деле, вот это вот, в этой фишке можно тоже ее применять, ну, как бы прикольно. Вот смотрите, допустим, здесь я такой эффект повесил, да? Вот. А на этот я, допустим, замутить могу другой какой-нибудь эффект. Давайте вот этот я хлопну, который вот повесил на второй, ну, чтобы одинаковые у нас не были. Вот здесь вот такое будет. Здесь у нас пусть такое останется, допустим. А вот на этот, да, я там замутить могу, допустим, ну, другой какой-то. Давайте вот мегаверб. Здесь он будет звучать, ну, как бы не очень вкусно. Ну, в принципе, можно здесь перекрутить какие-то параметры дополнительные. Давайте вот сюда вот перейдем, здесь вот так сделаем его. Теперь этот, допустим, на него, там, какой-то другой, там, эффект повесит. Ну, как бы, понятно, да, тема. Здесь без дела. То есть на каждый отдельно можно накидать какие-то эффекты, поменять даже, допустим, сам питч, там, поменять его, да? Ну, к примеру, там. Вот мы из этого сэмпла, одинакового, да, вот, который у нас был, просто сделали, типа, разные вот вариации. Да, можно так использовать. Можно тупо его, там, допустим, вот этот вот, или давайте вот этот, да, который с эхом. Мы его перевернем, там, к примеру, там, задом наперед, да, там, раз, реверс. Ну, короче, и издеваться по раздельности, потому что это раздельные саунды у нас получаются, да, и, короче, эффектами они обрабатываются отдельными. А вот как теперь сделать так, как они хотели, и что у них не получалось? Обработать все слайсы одним махом. Возвращаемся к нашим баранам. Вот наши слайсы, да, вот. Теперь, смотрите, окей, мы давайте обработаем сразу вместе. Тут я подготовил даже, вот смотрите, я кинул просто на вот этот вот сэмпл, который мы порезали, да, на кусочки, на слайсы. Вот, и я бросил сюда еще гитарник, я его замьютировал просто. Вот, смотрите, размьютируем. Вот, ну, перехожу, чтобы вы видели то, что я в слайсах. Сейчас, смотрите, видите, вот я. Ну, мы на шару резали, понятно, да, через задницу, грубо говоря, сделаны эти слайсы. Да, по уму, если нам надо было сделать, вот это я на количество показывал, то, что, смотрите, можно больше 16, да, нам 32 мы слайса поставили. А вообще, по уму сделать вот так здесь. То есть, вот, детектом он определил 50%, когда выставлено, да, у нас определение. Он по ноткам как бы порезал, практически хорошо распознал. Давайте сделаем вот так вот. Окей, раз, все. И мы сбросили сейчас. А теперь, смотрите, вот, ну, тогда просто, как бы, тыкать удобнее получается. Типа, по нотам порезали, и практически можно мотив другой набрать, там, да. Вот, ну, в диапазоне тех нот, естественно, которые здесь в самой партии играют. Ну, можно, естественно, запичить какие-то, там, по раздельности, там, и так далее. Вот, что можно еще замутить здесь, вот, я вначале рассказывал про humanize, да, вам, вот, variation, humanize. А вот теперь рандомize давайте перейдем, вот, рандом. Вот, и что здесь мы замутим с вами? Давайте, вот, допустим, с C, пусть у нас минус второй октавы идет, и до, там, по-моему, C нулевой октавы было. Давайте, вот, вот слайс, диапазон наших слайсов, в котором будет у нас работать наша эта штука. Смотрите, нажимаю кнопочку рандом, брым, видите, что получилось? Смотрите, слушаем. Ну, короче, он рандом сделал, вот, это лабуды невкусно, как бы, ну, пример понятен. Нам сейчас не музыкальность важна, да, но музыкальность можно поискать дальше, там, щелком еще, вот, теперь еще. Вот, можно, можно уже диапазон поставить, там, допустим, допустим, пусть у нас будет, вот так вот, в октаву, да, мы возьмем его. Окей. Опс. Короче, ну, и вариации, там, какие-то, вот, раз, там, нажали, поменяли. Здесь это этими аккордами, вау, ну, это жестко получается, если аккордом, да, брать, ну, слишком просто, но сам звук. В принципе, если отключим мы с вами гитар-рик, да, давайте вот, опс, сейчас, стоп, вот, гитар-рик, я отключу, то тогда еще, ну, более-менее нормально может получиться. Давайте попробуем, допустим, вот так вот, аккорды, окей, оно. Ну, короче, понятно, да, типа, по нескольким струнам, вот, блям-блям, там, лабухи играют. Вот, окей, понятно, да, то есть, можно любой рандом делать из этих нарезанных. То есть, в принципе, эта штука похожа, как вот в актотреке, в электроновском, да, когда мы нарезали слайсы, а потом делаем рандом. И можно вот так до бесконечности сидеть, в принципе, да, и вот щелкать, щелкать, видите, вот меняются кубики здесь. Вот дальше, дальше. И он будет у нас, как бы, писать, ну, за нас, короче, музыку, грубо говоря, из этих слайсов, которые мы с вами нарезали вот здесь, вот. Вот, вот, так что вариаций много, делать это можно здесь, вот, вообще никакой проблемы слайса. Не только 16, а там 64 слайса можно нарезать, да, там, к примеру, если надо это. Короче, вот такие дела. Сейчас мы тестируем, смотрим, глючит, не глючит у нас работа от аккумулятора. Потому что вот Серега, блин, он прошлый раз, форс, да, как бы, там тоже моменты были. Сейчас повторный еще. Короче, надо было меня пригласить просто на эту тему, да, как бы, отстаивать честь, так сказать, машин, а не Серега. Серега электронавт больше, чем знаток машин. Ну, мы в свое время занимались с ним по электронам. По машин как-то вот у нас эта тема прошла. Ну, короче, мы не занимались с ним по машинам плотно. Я что-то думал, то, что в свое время по машинам мы занимались. Нет, но потом мне он уточнил, то, что по электронам я занимался с ним. Вот, ну, если бы мы позанимались в свое время по машинам, ребята, ну, и, в принципе, сэмплирование, техника работы, которую Коля, да, ну, для него это стандартная среда. У Сережи там по-другому, он больше электронщик, да, вот, как бы, секвенсоры там и все такое. Вот, но я каждый день сталкиваюсь и работаю именно с ее пацанами, потому что, ну, машин, да, в первую очередь. Вот, по сэмплированию. У меня есть большой выпуск на канале по сэмплированию машин. И там практически все эти техники, наработки, можно применять и на Акае тоже. Коля, посмотри тот выпуск, я думаю, ты для себя возьмешь там много интересного. Я уверен, то, что частично техники ты применяешь тебе, там, час знакомого будет, ну, и час будет того, что ты для себя откроешь нового. И их можно будет применять с Акаем. Это не принципиально именно машин. Ну, и, может быть, на машине немножко по-другому посмотришь. Кстати, классный вариант по габаритам. Получается, это One Акаевский. Небольшой аппаратик, вот такой вот аккумулятор в комплекте. Ну, шикардос. Маленькое компактное устройство за разумные деньги, так сказать. Но там не будет этих возможностей. По синтам, по, ну, как бы, железо там и так далее. Все будет послабее. Весит около килограмма. Здесь краткая инструкция всегда с собой. Какой вход и какие параметры. Вернее, выходы с аккумулятора и что куда подключать. А сейчас продолжаем тестирование. Короче, 8 часов уже у меня от аккумулятора работает. Вот это вот лабудень, ну, вместе, 8 часов получилось. Два дня я тестировал все это дело. Значит, проекты немаленькие гружу. Ну, вот можете посмотреть по дорожкам. Могу полистать, что здесь внутри по составляющим. Вот, смотрите, то есть достаточно насыщенно там платье. Синты у меня здесь, вторая вкладка, да. Вот, тоже здесь, пожалуйста, массив, раум. Еще следующее, еще массив, раум. То есть, несколько массивов на дорожках здесь. Это вот я листаю, смотрите, еще раз. Вот, первое массив, второй, третий массив. Здесь четвертое, ну, здесь сэмпл с этими. Это вот тут, а ну, это этот у меня, здесь вокальная штука записана. Ну, это не столь важно, короче, вот дальше. Ну, вдруг он заглючит, как вот у Сереги на 30% косяк был, он говорил. У меня вот 9% заряда сейчас, да. Давайте, ну, поюзать я его могу покрутить, просто мне одной рукой не очень удобно. Ну, слышно, я надеюсь-то, чуть громче сделаю, что ничего не прерывается, все нормально. Процессор сейчас загружен здесь на 50, ну, 50, там, 49, вот с кочей-то у меня изображение. Но, как бы, это нормальное состояние машины. Я уверен, что здесь больше можно нагрузить синтов и так далее, именно из-за того, что техническое обеспечение больше, чем лакая. То есть, процессор, оперативка и, ну, вот, встроена, короче, памяти в два раза больше здесь. Значит, смотрим, да, синты тяжелее весят, да, естественно. Какие-то пукалки, если там, макаевские, загружать, может быть, больше треков можно составить. Вот, я имею в виду по соизмеримому объему. Допустим, если дорожки с сэмплами брать, да, вот, по общему количеству, ну, я думаю, здесь больше можно будет запустить, тупо из-за того, что оперативной памяти в два раза больше. Вы слышали, да, 4 гигабайта оперативной памяти. В наших аккаевт во всех только-только два. Давайте еще какой-нибудь проект загружу, допустим. Вот, перелистаем. Давайте вот этот. Вот, не отключая тот, сразу, ну, наглую включил, как обычно, останавливает. Достаточно объемный проект тоже, смотрите. По этим я могу полистать тоже, по группам. Это вот вторая сейчас вкладка у меня идет, их две. Вот, две группы плюс 8. Это 7, 8, 9, 10. 10 групп, короче, там у меня получается. Здесь сэмплерная часть, так. Тут тоже. Давайте переключимся на первую вкладку. Вот они пошли. Барабасы, монарк. Ну, вот видите, да, там по обработкам цепочки везде выстроены. Обработок. Дальше что? Массив. Монарк, массив. Значит, потом еще один массив. Здесь, вот, пожалуйста, да. Вот, далее еще один массив. Люблю массив. Еще один массив. То есть, 5 массивов получается. Сейчас, значит, монарк. 4 массива. Монарк, массив 1, 2, 3, 4. 4 массива. Здесь у меня загружены. 5, 5 массивов. 5, вот, извиняюсь. Я думаю, может, ошибся в начале. Короче, 5 массивов. Вот еще на H-группе массив. Ну, вот, да. Потому что массив универсальный синт. Куча разных пресетов под него. Море просто, да. Как бы много наруленных годами. Вот у меня скопилось там на него, да, пресетов. Все это можно загружать. Сюда без проблем работает. Рулить. Здесь можно его доруливать вполне, вполне приемлемо. С нуля, конечно, рулить. Это удобнее на компьютере. Ну, такой просто синтезатор. Если бы был такого плана в Акае, просто там это пуколки в сравнении с вот этими штуками, да, вот, то, ну, как бы, так же нужно было этом в компьютере рулить. И это удобно. Не знаю, может быть, битмейкер меня не поймет, чувак, тот, который привык, там, срезал сэмпл где-то с какого-то фанки трека, да, и там... Его порезал на кусочки, да, как бы, ну, это синтез звука, синтезатор и вся такая тема. Если вот вы этим увлекаетесь, то понимаете, наверное, разницу, да, возможности синтезаторов от Native Instruments, которые в машине, да, и то, что предлагает Акае. Когда спустя 9 лет, когда в машину выпустили драм-синты, да, в софте... К нам пришла, наконец-то, драм-машина, настоящая драм-машина, драмовый синтезатор. Сейчас тоже выпустили драм-синты, вот, короче, ну, спустя 9 лет, когда у машины они вышли. Короче, я буду позже тогда покажу, когда вообще очень-очень мало процентов останется, вот насколько будет держать. Мне это интересно просто самому, насколько работает стабильно эта штука. А пока, ну, на аккумуляторе, я имею в виду, на внешнем, когда все-таки вот, типа, чувак, все, давай отключайся, давай, подключай меня к розетке, когда он мне это скажет. А пока еще тест интересный, вот так сделаем. Вот так вот мы сделаем, такое веселье себе. Тоже от аккумулятора получается, сейчас питается. У нас джем. Вот так вот. Пруфа, чтобы не сказали, то, что там розетку где-то я спрятал. 7% сейчас у меня. Короче, заряда получается. Вот. Ну, вот такая вот штука. По поводу джема, да, в связке, я отдельно сделаю обзор. Ну, как бы вот можете видеть то, что вот так. Ёлки-палки, не знаю, какой мазохист захочет вот так вот в связке еще в станделун режиме куда-то с собой, не знаю, на лавочку брать. Да, вот два девайса. Ну, это то же самое, как форса взять. Тяжелого, огромного кирпидона, да, с собой там куда-то, с внешним аккумулятором. Блин, наверное, вот такая же тема получается. Чем мне нравится вот эта штука, да, вот. Она компактная, маленькая. Аккумулятор получается, как отстегивается у него. То есть, я могу с ним использовать, могу без него. Без него он легче на килограмм в сравнении с Акай Лайвом. Акай Лайв, короче, с аккумулятором, вот когда вместе, тогда они одинаково весят. Когда без него, то этот вариант легче на кило. И еще он компактнее. Как-то в обзоре обходят эту тему, да, вот, как бы, ну, там, что форса в сравнении у Альпака. Огромный гроб стоит, и маленькая такая вот няшка там рядом. Там, это плюс, и я фигею про это вообще ноль слова, да. И эта штука, эта штука умеет стендалон. У этой штуки, у этой штуки достаточно много контролев под пальцем. Вот если мы возьмем, допустим, MPC Live, там, как бы, мало. Там, в основном, тачскрин. Ну, а когда у Master еще бал отдают за встроенный динамик, там, пукалки эти, да. Все биты, которые там я написал на лаве втором, я все писал только слушая через вот этот монитор. Ну, и по качеству звука, как бы, хотя, да, у него там рокеты, крутые мониторы. Вот, на которых шильдик только от настоящих, настоящих мониторов КРК. Это V-серия, VXT-серия. Ну, эти старые какие-то легендарные, там, 7000-е и так далее, как бы, про них мы не говорим. Мы говорим о более, ну, таком современном поколении. Короче, ребята, вот цвет динамика, да, и шильдик, вот такой вот шильдик КРК, вот. Это единственное то, что есть на рокетах от мониторов. Это мультимедийные колонки. Такие же, как у Эдама младшие серии, потому что у Эдама есть крутые мониторы, это S-серия, как DOLLA-S. Это вот крутые мониторы. А то, что мультимедийная хрень. Ну, да, сейчас в каждом подъезде по 5 диджеев, я смотрю, и битмейкеров. Рынок диктует правила. Музыканты. Плюс, фаза инвертор спереди. Ну, в общем, колонки просто мечта. Я не знаю почему, но в некоторых кругах мониторы КРК ассоциируются с говном. Так это для тех, кто выбирал по цвету динамикой, купил мультимедийное хрень. Я не знаю, я абсолютно влюблен в эти мониторы. Только не в мониторы ты влюблен, а в мультимедийные колонки. И поразительные супер тесты вы проводите этих мультимедийных колонок. Собственно, все готово к тесту. Колонки я, видите, установил. Всегда бы у меня так было, конечно. Микрофон стоит ровно по центру, все колонки смотрят на него. И сейчас мы будем по очереди как бы тестировать вот все, что здесь есть. А что, так можно было, что ли? За все те годы использования этих мониторов я понял их плюсы и минусы. Могласила слабые, сильные стороны и так далее. Нет. Посмотрите, внутри что там в рокете у вас находится. И все точки сразу встанут над И. Ну и посмотрите в интернете, допустим, внутрянку, да, комплектующие каких-то мониторов. Вот серию В посмотрите, к примеру, да. Причем серия В, их есть две модели. Первая, это очень крутая. У меня была эта модель. Там фокаловские динамики. Первая серия. Та, которая собиралась еще в Америке. Потом вот та серия, которая сейчас у меня. Это первая модель после переезда в Китай. Она объективно хуже, чем первая серия. А именно посерединке, вот по кристальности, по частоте, по прозрачности, они, ну, уступают. Чем бюджетнее монитор, чем бюджетнее комплектующие, усилитель, да, они все сейчас активные у нас. Ну, по большей части. Ну, нереально просто собрать на эти детали нормальный какой-то агрегат, который будет и на маленьких громкостях, и на больших, да, вот примерно одинаковую картинку по АЧХ выдавать. Не говоря уже о том, то, что, ну, по разрешающей способности, там, и так далее. Слабые стороны, сильные стороны, и поэтому, когда я делал на них музыку, сводил, делал мастеринг. Сведение делать, мастеринг. Короче, вот если хотя бы пару лет в режиме звукаря, да, поработал бы в системе, вот когда у тебя шквал идет, вот, заказы, трон-трон-трон, да, тебе один-другой проект нужно сводить, делать. Ну, можно сказать то, что есть определенный опыт, да, как бы, и ты можешь что-то там перебирать, кое-как понимать. Вот, ну, блин, когда просто после работы, как хобби, да, ты сводишь какие-то свои треки, вот, замутая, и, ну, блин, ну, это, ну, насчет того-то, что купить какие-то плагины, да, в ад, самому сесть на иглу, так сказать, да, как бы, ну, та, которая была необходимостью для кого-то, ну, лет 15 назад, когда компы были слабые, да, и нативные плагины были никакие. А сейчас можно поспорить, это отдельная тема, короче, холиварная. Сейчас еще опять, блин, обзор будет капец длинный. Короче, на эту тему тоже можем порассуждать, могу рассказать на тему вадов до этого, да, там, то, что начиналось, потому что это с TC Electronics начиналось, вся эта лабудень, но она и сейчас тоже ДСПшники у них есть, да, сейчас вот рулят антилопы, просто разрывают, как бы, и в плане именно самих ЦАПов, АЦП, пред, да, у них серьезнее, круче, короче, чем вадовские. Вадовские, ну, среднестатистическая, как бы, такая вот звуковуха сама, и просто уже на бренде выезжают от старых плагинов, много хороших. Сейчас, короче, нативовских плагинов, вот так вот море, те, которые, ну, не хуже, не хуже, короче, чем те, которые выпускаются ДСПшниками. Все, 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 отдельная тема, в следующий раз. Ладно, базовые вещи какие-то скажу, чтобы дичь просто не плодили, потому что капец, я не успеваю ролики снимать, да, а могу откомментить там вот каждый, который, 10 последних выходило, например, на канале у Эльпака, да, вот, там, сейчас один из последних роликов у него, да, насчет сведения, сведения, вау, в МПС, блин, ну, это как бы вообще, в принципе, та информация, которая приводится, это на уровне, там, дошколят, вот, раскраски, которые еще даже писать не умеют, да, даже это не первый курс, там, академия, ну, в культе тебя научат больше за первое полугодие, скажем, вот, ну, в этом плане, чем, блин, ну, там информация, да, в этой брошюрке. Ну, хотя, не знаю, для его пацанов, наверное, зайдет, а не этого, не знаю, там, элементарных простых вещей. Короче, самая элементарная тема, которая сейчас, ну, необходима современной звукорежиссуре, да, это мид-сайд-эквализация. Нюанс какой, просто много инструментов внахлёст у вас идут, возьми вокал, да, и гитару, например, вот, это один частотный диапазон, вот, да, там, дабл-треком разводят, разбрасывают, что посередине он шел, бла-бла-бла и так далее, да, ну, хотя бы об этих вещах можно было, кстати, сказать, да, ну, объяснить нубам, там, вот, в своей брошюрке дорисовать картинки. Но смысл в том, что сейчас без мид-сайд-эквализации вообще не вариант просто подходить к сведению, а этого нет, этого нет в стендалон-режиме, ни в машин, ни в АК, и тем более. Качество плагина, второй момент, да, непосредственно, который в стендалон-режиме работает, разница очень большая, в машин намного круче плагины. Ну, блин, это, ну, не знаю, если это не слышно, то, как бы, ну, это уже проблема, да, тогда сочувствую. И в итоге получается то, что в связке с компьютером только есть возможности, да, мид-сайд-эквализации и кучи, просто кучи различных других моментов. Короче, вот тоже ощущение такое, то, что элементарные базовые знания, да, вот, которые человек берет для себя, хотя это заявление вначале такое громкое, насчет того, что я свожу там музыку чувакам в Америке, да, вот, ничего личного не имею против этого пацана. Ну, красавчик, пусть сделает свою работу, да, ну, я понимаю то, что нужно, может, было хайпануть и так далее, немножко там приукрасить какие-то вещи, ну, в разумных пределах просто нужно делать, да. Вот оно считывается сразу, вот, элементарные вещи, да, одно дело, когда амбассадор Акая, да, начинает там рассказывать, вот, облизывать аппаратом, ээээ, как шоколадку, да, вот, или как эскимо, это, это еще можно понять с одной стороны. Ну, как бы, тут уже тоже каждый выбирает для себя, я, в принципе, наверное, и адвокатом бы не смог работать. Блин, я рассказываю про машин и косяки, и что-то, ну, то, что реально крутое, я говорю это крутое, и про любую другую железку, про электроны там, про Роланды, ну, про Акая то же самое. Я разве только плохое говорю об Акая, я всегда стараюсь быть объективным, и мне ***, потому что любая фальшь, она считывается, ну, блин, ну. А, и главное, быть амбассадором какой-то компании, да, Акая или другой, и являться непосредственно самим, там, звукарем, да, с опытом, который там ежедневно колбасил, там, вкалывал, через которого прошла куча проектов, да, вот, личного опыта, который набил руку, который учился этому, там, в УЗИ, потом совершенствовался и так далее. Кто будет его использовать? То есть, эту звуковую карту в конце получится, что недостаточно для записи, нужно дополнительно купить. Он для концертов будет классным, но, я думаю, для каких-то других задач он очень дорого стоит. За такие деньги можно купить, например, машину найти в инструменте, который даст вам контроллер и, в принципе, в каком-то плане закроет какие-то задачи. А, как бы, если ты всю жизнь работал на совершенно другой работе, и потом вот вспомнил, ностальгия пробила, то, что, вот, блин, когда-то, вот, я же хотел музыкой заняться, ну-ка, сейчас попробую. И наверстать каким-то чтивом, да, вот, очень быстро и оперативно. Ну, короче, оно считывается, блин, когда просто это понты какие-то на голом месте, да, и просто, ну, теоретическая какая-то хрень, которая, ну, явно на практике не использовалась. Просто одно дело, когда, там, ну, как вот студент-первокурсник, да, начинает общаться с преподавателем, там, с профессором, да, и вот пытаться, там, что-то поумничать, там, на равных для тех, кто более-менее в теме, они, как бы, ну, будут понимать то, что это понт. Вот, вот, но когда уже идет какой-то оскал, да, начинается спор, значит, он не подходит для симплированного хип-хопа. И, как бы, блин, ну, капец, вот, если человек заявляет, то, что компьютер, это ноу-ноу, ноу-компьютер, да, вот эта вот тема, там, стендалон устройства, там, вы посмотрите статистику, там, какую статистику смотреть. И самое для меня, то, что, блин, я не могу понять, то, что реально чувак не вдупляет, то, что его стендалон устройство, это и есть компьютер, блин, с тачскрином этим же на экране, да, просто это очень слабый примитивный компьютер, который, там, блин, ну, капец, он там, у него мозгов меньше, чем у самого простого Airbook. Ну, почему меня бомбит от Игоря? Игорь – это эльпака, собственно. Игорь начал всякий, там, видеоблогинг на тему музыкального железа. И у Игоря сейчас, к сожалению, стадия техно-дроча, когда Доулес, как он любит говорить, ну, короче, компьютер для лохов. Ну, причём такое, типа, псевдо, потому что уже настолько это размытая граница, что... У него, блин, это граница вот новичка, когда компьютер – это табу, только железо, а то, что у него Акай с таким же DW, да, внутри, только порезанным, он это не хочет признавать, короче, ну, нафиг, он всё это пройдёт. Вот я пытался до него донести, что он неправ, но потом понял, что ни до кого я ещё не донёс, и до меня в своё время не донесли. Все мы через это проходили. Просто я техно-дроча вот этот вот аналоговый прожил на фото, и у меня был иммунитет. Поэтому я хоть железом и увлекался, я никогда не стирал всякие там секвенсоры, да, и софт, потому что писал всё туда, и как бы это единственно правильный вариант, а всё остальное – фетиш и дрочь. Но если вам это нравится, то делайте, потому что это всё-таки хобби для большинства из нас. А те, кто занимается этим профессионально, они уже давно переболели, у них всё хорошо. Одно дело, если сравнивать, к примеру, там, сведение, аналоговая запись, там, ну, ты есть своя фишка, да, вот кто-то повёрнут на этой теме, там, аналоговые пульты, там, плёнка, там, сатурация, бла-бла-бла и всё такое, да, вот. Но, бля, когда у тебя компьютер тупо просто очень слабенький, да, никакой там, и всё это в цифре там делается внутри, с какими-то там пукалками, плагинами, да, и ты сравниваешь вот эту вот вещь с рабочей станцией, причём рабочая-то станция той, которая, блин, рвёт просто по всем параметрам, да. А я заметил то, что очень часто, да, вот нубы, они приводят в пример фрукты. Вот типа фрукты для них это, о, блин, фрукты, фрутилопс, это такой отстой, это капец дичь просто, я, блин. Причём на этих фруктах собирались треки от начала до конца полностью, да, коммерческие треки. Те, которые качают стадионы, именно во фруктах собирались они, вот примеры, да, EDM, там, стиля, электро, да до хрена всего. А и стендалон вариантов сейчас из современной звукозаписи, да, вот за последние, там, скажем, 10 лет, это будут просто какие-то, может быть, исключения, как, к примеру, на айфон снятый полнометражный фильм, да, и сколько вдав написано музы. И здесь я хочу сказать одну вещь, вот, в принципе, позиция Коли, да, я её понимаю, и она такая, как бы, она более честная, я считаю, да, в данной ситуации, чем у Игоря. Почему? Потому что, ну, вот, Коля, как бы, так это представляет, он не профессионал, он говорит, я, там, далёк от этой темы, я, вот, её пацан, который, вот, олдскул любит, да, вот, я, как бы, вот, в этом направлении, там, ну, как бы, я кайфую с этого, мне это нравится, да. Ну, какие-то есть вот эти вот перегибы, но, как бы, они такие, вот, нековарные, скажем, да. Блин, ну, Игорь, ну... Это Эльпака, и я официально сообщаю, что... Да что ты, чёрт побери, такое несёшь. Короче, высказался я сейчас частично, не сдержался, немножко такой вот, ну, стёбол где-то, да, вот, но, надеюсь, то, что это не злобно получилось. Поехали дальше. Сейчас у меня два используются, ну, можно здесь запустить, кстати, вот, как бы. То, что идёт, идёт, звук пошёл туда, да, чтобы слышно было. Так, ну, вот, сессию показываю тоже по объёму. По загрузке. Смотрите. То есть, она объёмная, большая сессия. Вау. Смотрите, что здесь у нас? Тоже массив. Потом ещё, ещё. ФМка. Одна, вторая ФМка. Это две ФМки разные, вот, видите? Вот, третья ФМка. Смотрите ещё раз. Вот. Раз, два, три. Видите? Три разных ФМки висит. ФМ-8, там, кто не в курсе. Короче, синт, который монтирован здесь. Так сказать, альтернатива вот этой вот коробочке, на которую я всё, обзор не допилю. Короче, вот здесь можем рулить, там можем рулить. Ну, как бы, всё работает. Вот. От аккумулятора. Сколько процентов у нас там ещё? Всё, 6 процентов меньше не становится. Ну, ладно. Короче, я ещё и на силу, на силу, пока там вот его дун-дун-дун не посажу сильнее. Посмотрим, когда он начнёт глючить в комплекте. Что ещё здесь у нас? Зарядка. Зарядка, короче. Зарядка, кстати, ребята, здесь... Опс, остановилась. Сейчас, подождите секунду. Надо же это... Тест-тест делаем честный. Мы дальше там крутим что-нибудь, переставляем какие-то треки. Давайте вот 17-й раз. Вот. Резко перебросил. Бэм, на него. То есть, даже я гружу проекты, вот смотрите, не останавливая, да, как бы внахлёст. Раз, клац-клац, кидаю. Ну, нормально. То есть, если ему тяжело, он бы подвисал просто сразу. А, в чём кайф-кайф вот этой вот штуки? То, что она практически такая же, как родной адаптер у машин. Вот родной от машин. Так, 15 вольт. Ну, немножко больше. Здесь 2,6 ампера, да, как бы. А та вот родная зарядка от этого аккумулятора, она у нас 2,2 ампера, короче. Вот. Но не проблема. И та, и та работает. И та, и та работает, заряжает аккумулятор. Вот. Можно подключать, тянет. Давайте ещё вот что-нибудь засадим. Вот. То есть, внахлёст кинул просто. То есть, не это, не останавливая, да, там проект, перезагружая. Смотрите, моментальность загрузки проекта. Вот давайте ещё вот что-нибудь кидаем. Другого так раз. Сейчас вот раз. Пошёл следующий грузиться. Всего, что у нас там показывают? Это 4%. 4%! Полёт нормальный. 4% аккумулятора. Зарядка работает сейчас. Одновременно у нас подключен как машин плюс, так и джем. В связочке. Вот они фигачат сейчас у нас. Здесь, ну, прилично здесь плагинов и так далее. Давайте вот пролистаю, допустим, ещё покажу, что у нас здесь. Какие группы, да. Ой, древняя вообще тема. Вот это я собирал её. Фиг знает, когда, лет 10 точно уже, вот как бы, треку этому. Вот там. Такое. Такое, ностальгия по совку, короче. Dark Energy. Опс, а куда он? А, блин, наверное, Саша с собой его забрал. Короче, Dark Energy не подключается. Вот. У меня в другой студии просто он сейчас. И вот из этих это пашет, это пашет. Практически все вот эти вот штуки остальные, да, они работают. Ну, вот это я хрен его знаю. Что там, какое подключение. Ну, короче, вот из вот этих синтов, вот здесь вот, вот этих, работают без проблем. Значит, старые электроны, самая первая ревизия, тоже там косяк могут не работать. Давайте дальше здесь переключим. Так. Переключаем, вот сейчас грузится, там 1%, 1%, смотрите, единичка. Видите, там нарисовано у нас. И вот у меня фигачит здесь без проблем. Проект играет. Подключено сейчас два устройства вместе. И машин плюс, и эта штука. Они играют, вау, все, ничего не виснет. Все идет у меня. Давайте остановим, заюзаем так. Вот, пожалуйста, вам. Педайте. Знаете, блин, ну, короче, 1%. Никаких то, что 30%, и уже там глюки какие-то. Ребята, 1. То есть, пустой высаженный аккум, да, как бы, и все нормально пашет. Так. Давайте, там, давайте сюда переключусь, там, не знаю, по группам там погуляем. Так, это. Ну, короче, вот, 1%. Я думал, доказывать больше нечего уже. Понятно то, что Паша до упора. До упора. То есть, единичка там у нас остается. Смотрите. Единичка, и все нормально. Ну, здесь я уже не буду испытывать судьбу, так сказать. Не хочу испытывать судьбу. Здесь единичка. Все работает, да, как бы, ну, куда. Понятно, что если такая хрень горит, ребят, надо отключать тогда уже его машины. Просто я знаю то, что, да, особо я сейчас не спешу, потому что я знаю то, что единичка-то светится будет, хрен знает сколько. Вот, пока она светится, как бы. Ну, давайте, вот, типа, лениво я остановлю. Потом сюда переключусь. Так, сюда, короче, опс, показываю там, вот, сюда, так, камеру повернул. Ну, типа, shutdown, да, вот. Не надо, не хочу сохранять. Вот, теперь отключается он. Выйдет корректно он. Вот, смотрим, единица. Все. Все, ребята. Ну, что, вот такое, вообще, впечатление. Вот, сижу сейчас и думаю, а нафига он мне нужен? Ну, смотрите, короче, если вам нужно коробочку, вот, куда угодно взять, в поле, так сказать, да, где нет розетки, ну, может быть, да, как бы, он, ну, прикольная штука. Жалею ли я то, что купил ее? Ну, как бы так. Наверное, со временем я скажу, но, скажем, это не первозадачная покупка. Да, и, в принципе, ну, аккумулятор в наличии в устройстве, да, для меня это не столь важно. Но для тех ребят, для кого важен именно вот этот процесс, как Мастокрафт говорит, там, с подоконника я переставил сюда, да, мне более важно, чтобы звук был сразу нормальный, да, как бы я мог его контролировать. Я имею в виду не просто тупо я слышу или не слышу на этом уровне, а в плане саунд-продюсирования, да, чтобы я сразу слышал правильный звук, корректировал. Потому что, собирая какой-то трек, да, сразу в коробке, вот мне чего здесь не хватает, вот спустя какое-то время я еще одну тему скажу, вот что мне реально в плюсе не хватает, да. Это встроенного RealFonse. Динамики, там, типа VK и Live, ну, для меня это вообще смешная тема. В принципе, в мониторных наушниках комфортно работать нормально, да, я говорю уже о нюансах, те, которые, ну, там, каждый для себя выбирает. Потому что кому-то там рокет, кому-то нужен, ну, нужен сразу правильный звук, мониторинг. Или кто-то там, причем даже заявляет, что все сводят в коробке, даже мастеринг делают, зимокал прописывают полностью треки. Да, я там, ну, читаю, угораю, да, в комментах. И компьютер нафиг не нужен. Стендалон. А, да, и самое важное. Ребята, я не ненавижу Акай. Я обожаю Акай. Обожаю Акай. Для меня Акай это целая эпоха. В моей жизни это история, это конец 80-х, это начало 90-х. Это аналоговые многотрековые аппараты, которые я использовал в свое время. Это впоследствии сэмплеры, МПС. Духовой контроллер у них шикарный просто. И, в принципе, если бы не было Акай, а именно Акай создал вот эту тему МПСшную, да, как бы заложил почву, не было бы и машин впоследствии. Если Акай выпустит достойную железку, ну, с моей точки зрения, то я, естественно, буду ее использовать. Ну, а пока вот машин, да, для студийной работы, если вам не биток там на лавочке, да, или там с подоконника перенести, аппарат там переставить куда-то, а именно писать, как не шашечки, да, а ехать, вот, то, ну, блин, машин, он просто как бы... И причем машин в связке с компом подключенным, стендалон, вот это вообще тема, в которую сейчас окунулся машин с плюсом, ну, это до сих пор у меня сомнительная штука. Вот в комменте под видосом, да, там чувак написал очень правильные мысли насчет того, что связки с ноутом тонким, да, эйром, который сейчас, ну, стоит просто вкусные деньги на М1 процессоре, да, и у тебя получается просто там бешеный аппарат, который дает там, ну, море-море преимуществ разных. Вот это прям как с языка у меня снял чувак. Но, с другой стороны, я для себя нашел интересные штуки, и об этом я расскажу в следующем тоже обзоре, короче, который будет по прошивке, которая вышла, и в этой прошивке мы можем уже и джема подключать, да, и винты большие, и расширился вариант с аудиоинтерфейсами, ну, и так далее. Но я ожидал еще большего. Вот просто мы привыкли, мы сразу на старте получили просто от плюса, да, от Netif Instruments, сразу бам, и такой набор, да, огромный, который там, ну, Акай зарел год, чтобы это, даже какой год, два года зарели, чтобы там выложить синтезаторы туда. Но, короче, и как по джему получилось, да, насколько быстро отреагировали ребята, маркетологи же все отказались от него, а тут, ба, как бы, обратная связь, да, вот насколько работает Техподдержка, Netif Instruments, на сайте, да, у них, вот как все это происходит. Ну, сравните с Аками. Я не знаю, Коля, ты когда-нибудь обращался в Техподдержку Акая? Ну, я не говорю там о подарках, те, которые поступают постоянно, да, там, несколько раз в году, да, в Нетif Instruments, эти плюшки. Короче, в следующих обзоров ролики постараюсь сделать покороче, да, и чаще выпускать, а не, ну, они так, как всегда у меня получаются. Напоминаю то, что провожу занятия по самопродюсированию, по коробочкам, не только по машин, да, как бы, я могу позаниматься с вами по электронам. Ну, по Роландам, ну, выбирайте тему. Всех вам благ, пока!